Добрый вечер, друзья! Послушал я последнее выступление стендапера Незлобиным. Выступил он в городе Лондонске. Приехал из Лос-Анджелеса, собрал небольшой зал, но, может быть, с аншлагом. Вы сейчас увидите фрагмент, там темно, непонятно, насколько заполнено помещение. Песня совсем не о том. Он прошелся там, конечно, и по Путину. Это, знаете, не утещал дома, я без шуток не хожу. Это вот стандарт. Но на что я обратил внимание? Там есть эпизод, где он рассказывает о своем отъезде из России и о том, как он сманипулировал своей дочерью для того, чтобы поговорить ей. Я, когда это слушал, я вспомнил дочь другого актера, Алексея Панина. Она уехала с отцом добровольно из песни. Мы с ним беседовали, кстати. Мы, когда говорю «мы», я имею в виду себя Ильеву Истрыжевскую, мою ведущую в проекте «Правда-24», беседовали незадолго перед отъездом. Я как раз спрашивал у него относительно дочери. Просто потом, уже после того, как они перебрались в Испанию и до того, как Панин и его дочь уехали в Штаты, там была такая история, которая была выложена в сеть, поэтому особого секрета никакого в этом нет. Дочь Панина на свои 15 лет загадала желание – смерть Путина. Понятно, что это шутка юмора, что никакая 15-летняя девочка никому там гибели желать не будет, если там какие-то трагические обстоятельства. То есть не тот случай. Ну, я думаю о том, что все-таки вот эти отцы, которые тащат своих дочерей из России за границу, они эгоисты, они больше думают о себе, чем о детях. Здесь речь совершенно не о каком-то там патриотизме, а просто дело в том, что если в 2 или 3 года увозить детеныша, то он вырастет, усвоив там все те коды, которые доминируют на той или иной территории. Вырастет в условиях культуры или субкультуры, если он окажется где-то в таком месте компактного проживания соотечественников. Но когда подросток уезжает, я просто видел массу примеров у своих знакомых, это всегда очень непросто, это всегда ломка. Опять же, это вообще сейчас разговор не про политику, не там про Путина, а про то, что, знаете, надо всегда там на ту или иную деятельность получать лицензию для того, чтобы заниматься чем-нибудь в области медицины, допустим, или транспорта. А вот для того, чтобы стать отцом, лицензии никакой не надо. Хотелось так. Мне кажется, сейчас речь не про Россию. Я в глобальном масштабе считаю, надо бы вводить лицензию на то, чтобы быть родительными. Заводить детей должны люди, это банально прозвучит, я знаю, но ответственные. Ссылку на тот ролик, который я упомянул, где панинская дочь желает смерти президенту, я оставлю в описании. А сейчас посмотрите отрывок из лондонского выступления из Глобина. Я вообще так скучаю по тем временам, которые нам сказались плохими, помните? Было время, когда мы думали, что мы плохо живем, да? Когда самое страшное видео, которое можно было найти в интернете, это как дрочит дзюба. Ну, верните мне это время, серьезно. Раньше было как бы, ну, только ведь обернувшись назад, можно понять, что ты счастлив, как говорит Алексей Панин, и очень тяжело. Я помню в Москве, я когда жил, ну, было очень тревожно, знаете, можно было пойти, не знаю, в бордель, посидеть себе человека на лицо, помолчать в тишине посидеть, коленками уши заткнув, все, флуатинг у тебя. Сейчас лежишь, волнуешься, думаешь, вдруг она ковидная, вдруг чихнет. Еще сейчас очень тяжело, все очень просят тебя заявить о своей позиции, особенно, если ты популярный, слава богу, у меня такой проблемы нет. Тем не менее, мне в Директ тоже постоянно пишут, где ты был 8 лет, сдохни, тварь, заяви о своей позиции, Александр, спасибо за поддержку. И все так меняется, меняется, и проблема в том, что я заявляю о своей позиции, ну, всем просто похер, у меня очень маленькая популярность, никто не видит этого, понимаете? А как заявить? Ну, какая у меня политическая позиция? Я всю жизнь жил в России, моя политическая позиция 69. Пока меня ебут одни, я сосу другим, все. Вот моя политическая позиция. Понимаете, просто в большинстве своем россияне не выходят на улицу, чтобы добиваться своей свободы, понимаете? Россияне выходят на улицу, чтобы посмотреть, уже хорошо жить? Нет еще, ладно. Просто у меня последние нью-балансы, они ушли сейчас из России, ну, блядь, там дождь, я что пойду? Проблема не в том, что я не выхожу на улицу. Я выхожу на улицу, Путин не выходит, понимаете? Еще меня угнетают читать речи Путина, знаете, когда он что-то там говорит. Ну, вот он недавно процитировал Маугли. Потом он сказал, мерзни-мерзни, волчий хвост. Я думаю, блин, человек читать начал. Сейчас ждем, пока он кот Леопольд посмотрит. 26 февраля, как только все начиналось, я разбудил свою дочку и сказал, мы едем с тобой в Америку. Она говорит, а что случилось? Я говорю, правильно, что? Так и говори. Я говорю, мы едем. Она говорит, куда? В Америку, зачем? На каникулы. Она говорит, так что ж в феврале? Я говорю, ну, там пораньше объявили, поехали, говорю, пора. И она очень расстроилась. Она говорит, я не хочу в Америку. Я, говорит, не хочу, я хочу жить здесь, в России, у меня здесь друзья. Я не хочу никуда уезжать, мне нравится школа. Наконец мы нашли нормальную школу. А как ты к десятилетнему ребенку объяснишь причину вашего отъезда, да? Я так подсел к ней на кроватку. Я говорю, малыш, ну, понимаешь, скоро начнется ядерная война. И все твои друзья сдохнут нахер, блядь. Все, через минуту она в такси, плачет, заикается. Я подаю ей салфетки. Она говорит, а почему мама не поехала? Потому что жене осталось самое легкое, понимаете? Ей нужно было отвезти нужную мебель на склад, вызвать риэлтора, найти арендатора нашей квартиры, подготовить все как бы к сдаче квартиры, поехать в Казахстан, открыть карточку, вернуться, поехать в Беларусь, снять доллары, положить их в Казахстане, перевезти нам эту карточку DHL. И все! 18 пересадок, Москва, Доха, Ирак, Милан, и вот ты в Америке. Здравствуй, свобода! Жена мне говорит, посмотри, сколько у меня вен на ногах вылезло. Я говорю, посмотри, сколько городов ты посетила. Я говорю, вот Прага, вот Вена, вот Вена, вот... Когда мы жили вдвоем с дочкой в Америке, было очень тяжело, и дочь говорит, пап, мне очень плохо, и пока нет мамы, ты должен взять на себя часть маминых функций. И поэтому каждый вечер мы садились с ней, я заваривал чай, и мы хуесосили меня. Я говорю, ну и где он ходит? Время 9 его нет, где он? Видишь, только я у тебя хорош. Дочка очень сильно просила купить ей собаку, потому что ей было очень грустно. Я говорю, нет, собака не заменит ребенку мать, и... У нее просто есть одна собака, и она просила купить вторую, на всякий случай. Я говорю, а как будет, когда... Нормально, русня. По этому поводу был очень неоднозначный случай. Мы когда приехали в Сан-Франциско к друзьям с семьей, они нас поселили в свою спальню. Они жили в большом доме, и они говорят, мы уйдем в другую комнату, вы вот в этой спальне. И мы когда заходим, и у них висит огромный украинский флаг на окне. И это ребята были украинцы, которые пустили нас все. Они уже давно там живут. И мы пришли, и они говорят, вот комната твоей дочери. Она говорит, а почему флаг, говорит, так, ну, он как чуть-чуть вниз наклонился, знаете. И я говорю, да, давай его поправим. И как бы начинаю его поправить, и он падает. Он падает и остается у меня в руках. Я вот так стою в руках, и заходит чувак украинец, которым мы не виделись вообще ни разу в жизни. И он понимает, что это комната моей дочери, и я как бы готовлю ей. Он так посмотрел, у него секундная пауза, говорит, ну, Русня, что с ним взять? Ну вот, короче, и оставалась последняя деталь квеста. Оставалась последняя деталь квеста, чтобы показать, что я классный мужик. И она не зря за меня вышла. Мне нужно было перевезти нашу собаку из Москвы. Добрый вечер, да. Это очень сложно. Усыпить проще, ну, серьезно. А она еще там с ума сошла, она на митинги ходила, что-то там высказывалась, твиттер завела. Собака, да. И мы придумали целую схему. Мы придумали схему. Мы, короче, эту собаку, а какой-то чувак взял, посадил в Москве и довез ее до Беларуси. Там она посидела в Минске в каком-то приемнике. Приехал чувак на польских номерах. Там Беларусь тоже она повысказывала. Приехал чувак на польских номерах, забрал ее и отвез в Амстердам. В Амстердаме уже сделали все необходимые анализы. Привезли ее за 5 часов до вылета в аэропорт. И потом в 12 часов в багажном отделении она долетела до Лос-Анджелеса. Вау! И в этот момент у меня в жизни мало было трогательных моментов. Но именно когда я приехал ее встречать, я офигел, что у собак есть память, оказывается. И есть радость, и слезы. Потому что, вы не представляете, это абсолютно правда. Когда вот это багажное отделение, вот эта дверь начала подниматься вверх, и моя собака стояла там в клетке, она увидела меня, соскочила и начала долбиться в железные прутья в этой клетке. Она настолько сильно выгнула, мне кажется. А там, ну, на спидах после Амстердама, Йоркширский интерьер. Серьезно, я открыл ей быстро клетку, она прыгала вокруг меня. Она была меня так рада видеть, как ничто другое вообще. И как вы думаете, с каким лицом встретила меня моя жена? А? Там, когда вот это багажное отделение открывалось, она же клетку долбить не стала. Нет, есть, конечно, плюсы жизни в Америке, есть плюсы жизни в Лос-Анджелесе. Моя дочка говорит без акцента на чужом языке. Ну, правда, это армянский язык, но... Почему нет, он тоже необходим. Она так и говорит, папа, брат, когда на бассейн пойдем? Там вообще, ну, там очень жестко в этом плане. Потому что у нас приехали знакомые друзья украинцы, и они говорят, пошли на бассейн. Я же говорю, в бассейн. Они говорят, на бассейн. Я говорю, а вы на Украину еще поедете? Они говорят, в Украину. Ну, там просто, что такое с предлогами? Я потом один раз проходил мимо бассейна, реально, они на бассейне сидят. Они... Святые. Че, я готовлю английское выступление. Хотел его проверить при вас. Давай. Hello! Все, пока. Скажи, извините, я по-другому не смогла. Да, надо извиниться, и все, на тебя кричать тогда не будут. Да, просто скажи, извините. Не буду ничего сказывать, что тебе... Вам что надо? Чтобы ты извинилась. Но, тебе надо... Что тебе надо? И че тебе надо? Чтобы ты извинилась. Я? Да, ты посуду замочила, выбирала и убрала. А что тебе надо, и тебе что надо? А ты извинилась. Извинись, скажи. Не буду ничего... Извинять я не буду. Почему? Потому что мы тебе задавали.